Солнце Солнце является самым важным источником энергии на Земле. Оно представляет собой горячий шар плазмы и находится на расстоянии около 150 миллионов километров от нашей планеты. Несмотря на то, что небесное тело является нашей батарейкой, стоит учитывать и негативное воздействие. Например, вспышки солнечных бурь, которые оказывают непосредственное влияние на сознание людей и электромагнитную обстановку в целом. Уже не первый год ученые задаются вопросом, что же будет, если Солнце исчезнет и сможет ли без него продолжаться жизнь на Земле. Разумеется, Земля без Солнца существовать в том виде, который мы сейчас видим, не сможет. То есть первое, что произойдет, разумеется, тут все замерзнет абсолютно так. Ну, представим, что Земля вылетела от Солнца куда-то в космическое пространство. Но, разумеется, исчезнет и все живое на нашей планете, потому что без энергии солнечной биологической жизни, которую мы знаем, невозможно. Если Солнце все-таки исчезнет, то температура на нашей планете снизится до абсолютного нуля и меньше. А это смерть для всех организмов. Земля погрузится в долгую ночь. Без фотосинтеза погибнет большинство растений, поэтому выживут только крупные деревья с большим запасом питательных веществ и то ненадолго. Также есть и шанс в существовании животных, а точнее полярных видов, которые наиболее приспособлены к морозам. Океаны покроются куркой льда толщиной в несколько десятков метров, что поспособствует замедлению остывания недр планеты. Но их тепла хватит для поддержания жизни в океане в районах геотермальных источников на миллионы лет. В отличие от животных и растений, люди не так сильно зависимы от Солнца. Несмотря на риск гибели от холода, если позаботиться о создании укрытий, обеспечиваемых теплом и электричеством с нужным количеством запасом еды, то есть шанс продержаться дольше. Когда-то через, опять-таки, большое количество лет, мы до этого, разумеется, никто не доживем, считается, что галактика, называет она туманность, Андромед, на самом деле это галактика, сольется с нашей галактикой Млечный Путь. Но, опять-таки, тут не то, что отстукнулись два каких-то тела, а просто одна погладит галактика другой. Скорее всего, Андромеда галактика, она больше просто-напросто поглотит нашу галактику, но так как межзвездные расстояния достаточно большие, но единственное, что тогда может произойти, то, что, в общем-то, наше Солнце будет выкинуто за пределы новой вот этой системы. Исчезновение Солнца можно не бояться несколько миллиардов лет. Что нельзя сказать о тех космических угрозах, которые существуют в реальности. Одно из таких — падение большого массивного тела, например, астероид Апофис, который ожидается ближе к 2030 году. Или взрыв сверхновой звезды, которая уже, вероятно, где-то взорвалась, а ее гамма-излучение летит со скоростью света к нам. В зависимости от того, где и с какой силой это произойдет, будет зависеть, останется жизнь на нашей планете или нет. Если рядом, еще раз говорю, с нашей Солнечной системой достаточно близко, такая сверхновая звезда взорвется, и мы даже об этом знать не будем, потому что и вот этот взрыв, свет, и гамма-излучение будут лететь с одной и той же скоростью. Допустим, год лететь или несколько лет до нашей планеты. Через две минуты у нас тут будет все стерилизовано, то есть никакой жизни до Земли не останется. Если гамма-излучения от взрыва сверхновой звезды до нашей планеты доберется. Не менее важна и проблема космического мусора, которая возникла из-за ряда причин. Столкновения и разрушения космических объектов с течением времени, которые распадаются и образуют еще больше обломков и мелких частей мусора. Также ухудшают ситуацию и часть, составленные после проведения космических миссий. Старые или неисправные спутники, верхние ступени ракеты и другие отработанные аппараты. Все это предоставляет большую угрозу. Если дальше так все продолжится, а ведь там все это на орбите оставляют, разрезают спутники, ну допустим, там вот теряют что-то. В общем, там много уже накопилось, огромное количество техногенного вот этого мусора. То, что просто вылететь за пределы нашей атмосферы, космические корабли не смогут. Собрать этот космический мусор невозможно. Нет таких технологий. Проблемы исчезновения Солнца на данный момент не так актуальны. Но есть и другие космические проблемы, имеющие огромное значение для развития науки, технологий и продолжительности жизни на Земле в целом. Поэтому осуществление международного сотрудничества и инвестирования в космические программы становятся все более важными. Карина Саяхова, Кристина Текина, Универ Новости.